добрый день друзья очередное наводнение в турции и в греции не заставила себя ждать и я вам очередной раз преподношу эти наводнения как иллюстрацию своей гипотезы о том что человек создавая человеческие массы влияет на погоду вкратце повторю свою гипотезу дело в том что человек это электромагнитное создание помимо своей физической оболочки он излучает в окружающую среду в окружающее пространство 250 ватт электромагнитной мощности это примерно как одна или две лампочки которые горят в комнате у большинства людей теперь умножьте 250 ватт а это официальная цифра она конечно ориентировочная но она весьма распространенные в разной литературе так вот умножьте 250 ватт на 8 миллиардов людей представляете себе эту цифру которая получается эта цифра она гораздо гораздо больше чем любая грез гэс или атомная аэс которая самая фантастическая по своей генерируемой мощности и вот это количество электромагнитной мощности которая излучается том числе и людьми а также всеми животными всеми растениями всеми микроорганизмами вот это электромагнитная мощность она складывает всю нашу электромагнитную среду в которой мы все человечество и обитаем то есть примерно это похоже на тот самый клубок в улье когда они пчелы зимуют в своем этом домике таком деревянном вы знаете что многие из них почти все собираются в такие шары где они перемешиваются время от времени обогревая друг друга своим собственным теплом тепло как вы знаете из курса школы это электромагнитный параметр это инфракрасное излучение в том числе и вот это инфракрасное излучение мы же обладаем с вами теплом плюс другие излучения это все и создает ту самую электромагнитную мощность которая в итоге выливается в электромагнитное поле магнитное поле нашей планеты вот это электромагнитное поле условно можно назвать куполом планеты который располагается вокруг нее внутри этого купола мы и существуем вот такая концепция она абсолютно физическая не противоречивая просто это немножко более тонкий взгляд на наше с вами существование и вот дальше дальше мы исходим например из того что 8 миллиардов создают максимально колоссальную напряженность электромагнитного поля и мощность его максимально для сектора человека а если мы берем например какие-то менее большие градации ну какие-то сектора то эти сектора уже формируют не общее поле планеты а какие-то локальные фрагменты проявления этого поля и как возможность проявления этого поля она выливается в то воздействие на окружающую реальность которые включают в себя и погодные воздействия то есть достаточно большая сумма людей которые приносят когерентную вот эту мощность своим появлением в каком-либо регионе эта мощность она приводит в конце концов к изменению объективных физических параметров в данном регионе я вам уже приводил пример с изменением полюсов земли северного магнитного полюса которые осуществляются по моей теории вслед за перемещением человеческих масс когда население земли было только в территории россии сосредоточено в территории центральной россии то северный полюс находился примерно где-то в районе сегодняшней камчатки и там северная америка нынешняя камчатка и наш дальний восток они были под толще льда вы можете посмотреть это оледенение было и она зафиксирована всеми научными средствами потом когда люди стали перемещаться в европу а это было по официальной хронологии где-то примерно шестой век до нашей эры вот тогда началось перемещение в европу тогда в европе стали возникать большие поселения людей и магнитный полюс северный магнитный полюс из камчатского региона дальнего востока стал перемещаться уже в сторону соответствующую нашему северному ледовитому океану и на россию пришлось с севера оледенение пришедшее оледенение изменило здесь погоду и у нас уже перестали жить здесь крокодилы и другие южные животные растения и другие виды мы пришли к тому варианту который примерно ныне существует а раньше здесь виноград как вы знаете и шелк добывали это все было еще в первом тысячелетии до нашей эры как говорит нынешняя официальная наука а вот дальше когда уже в америку стали переселяться люди и перенесли вот это воздействие с собой туда то америка оттаяла потому что за ним этим перемещением людей пришла это самая мощность электромагнитная с другой стороны северный полюс переместился туда в районы финляндии швеции и эти страны замерзли так вот чтобы америка швеция и европа больше не замерзали то в конце 19 века в 1872 году люди которые знали это то есть те самые кукловоды или тайное правительство они решили противодействовать этому потоку людей перемещающимся в америку и европу аналогичным потоком на восток и поэтому стали развивать впервые в 1872 году америка англия и россия три страны стали вкладывать бешеные деньги бешеные вообще колоссальные деньги в развитие японии нынешней и с 72 по 76 год япония была воспринята и построена как страна были сделаны хиросима и нагасаки как порты западных стран была искусственно выведена столица этой страны токио был обнаружен где-то на задворках среди людей которые не имели даже трусов не понимали что это такое и сейчас они не понимают японцы был обнаружен какой-то король который был посажен в этой столице на трон но и вот так была сделана япония и был произведен второй очаг центр стремления человечества туда на восток часть населения конечно туда пошла за тем самым солнцем на дальний восток где красивые зори и все такое прочее где была сделана чудесная цивилизация белого человека на желтой земле и этот отток населения за собой потянул тот самый северный полюс который теперь и мигрирует в сторону востока японии и той самой камчатки когда он туда домигрирует то местные земли включая японию камчатку опять попадут под оледенение вот такая структура северного полюса и воздействие на него больших народных масс народных масс а более мелкие массы то есть те которые мы привыкли называть туристами туристами это все-таки миллионы человек миллиарды конечно не бывает но миллионы человек для одного какого-то региона это все равно заметное заметное электромагнитное воздействие опять же предлагаю вам самостоятельно 250 ватт один турист умножить на допустим 10 или 20 ну допустим 50 миллионов человек туристов которые поселяют определенные какой-то туристический регион или кластер в какой-то такой период который сопоставим ну например а с месяцем с летним периодом с таким значительным периодом вы посмотрите умножьте эти цифры 250 на допустим 50 миллионов вы увидите какие это колоссальные мощность электромагнитные мощность и вот теперь представьте берем ту самую турцию нынешнего дня и грецию людям отдыхать нормальным людям отдыхать стало негде из-за различных препонов которые понастроены мировым правительством мировое правительство кстати эти препоны устанавливал для того чтобы регулировать потоки движений туристических масс в том числе это было уже известно в давние времена да и в наши времена когда например израильские службы но я так думаю моя версия устроили типа авиационную катастрофу на синайском полуострове после которой стало запрещено перемещаться туристам в египет египет потерял огромное количество туристов но не знаю на чем он там выиграл сейчас вроде как открыли или не открыли его но все те туристы по шебуршали в тот самый израиль это конечно экономическая часть потому что государству любому государству выгодно введение иностранных валют приносимых теми самыми туристами но вместе с этими валютами люди приезжая туристические люди туристы они привозят в регион свое электромагнитное воздействие и вот вы теперь представьте каковы мощности этого электромагнитного воздействия на данный регион когда туда приезжает хотя бы миллион человек хотя бы 10 миллионов человек ведь турции то это у нас очень благодатный для туристов край это не единицы поездок это во-первых относительно дешевая сама стоимость поездки но с другой стороны с одной стороны точнее эти туристы оставляют каждый допустим по 1000 по 2000 долларов это большие деньги и когда они умножаются на те же 10 миллионов туристов которые приезжают в турцию то для бюджета это колоссальные цифры например в египте треть бюджета государственного формируется за счет туризма но также за счет туризма формируется и другая электромагнитная погода на данной территории когда территория которая в своей правильной концепции содержит определенное количество людей и погода устанавливается по этим излучателем которым является каждый человек тогда в общем-то регион и приходит к своему полновесному какому-то устойчивому развитию то есть вот есть миллион человек в условной турции они живут и излучают свои эти киловатты ваты и получается вот такое соответствие между погодой воздействием на облака концентрации дождя размещением воды наверху ведь она под воздействием электромагнитизма пыль то которая поднимается электризуется и на электризованную пыль осаждаются тучи и идут потоки воды это все известно и вот чем больше электрический потенциал становится с приходом туристов тем больше пыли поднимается в небо тем больше осаждается влаги тем сильнее ливни и циклоны которые происходят над этим местом поэтому с одной стороны государство выигрывает получая бешеные колоссальные туристические деньги с другой стороны эти деньги приводят за собой разрушение масштабное в этих же самых государствах и когда эти разрушения идут народ требует от государства себе денег государство не хочет помогать этому народу его же пострадавшими деньгами ну как например вот в америке сейчас на гавайях было когда гавайи были выжжены пожаром который тоже происходит только из-за того что некоторое переизлучение людей происходит как раз в том месте концентрируется в том месте которое в данном случае совпало с теми самыми гавайями гавайи сгорели а государство взамен тех туристических поступлений которые гавайи давали в государственный федеральный бюджет отчиталось по 700 долларов каждому погорельцу что естественно не купила ничего даже одного дня существования погорельца таким образом я вам уже говорил но я вам пример приводил по таиланду когда у нас за это лето таиланд стал таким знаете направлением номер ну почти номер один для туристов я вам говорил давайте дождемся осени и посмотрим каковы будут различные дожди и циклоны проливаться на тот самый таиланд но таиланд заявляли как первое такое по воздействию туристическому месту вы заметили август конечно принес то что таиланд как бы не очень проявился в туристическом секторе а вот турция она все время стабильно проявляется как место прекрасного доступного легкого дешевого и вообще нормального отдыха и поэтому за неимением большего большинство людей большинство туристов едет как раз в эту турцию и турция вы видите то ее трясет то ее теперь залила этой самой водой то еще что то еще что то и чем больше развивается индустрии туризма чем больше свои пенаты государства призывает чужих людей туристов туристов и иммигрантов тем большее количество катаклизмов природного природного конечно в кавычках характера происходит на этой территории можно сделать обобщение я думаю что в институте погоды могли бы сделать такое обобщение и я уверен что цифры покажут что я на сто процентов прав другое дело что это неудобные знания потому что если будет признано что человек перемещаясь с собой везет еще помимо денег и туристических сборов еще и электромагнитный фактор то тогда начнутся вот эти квотирования каждый человек будет на учете можно ли например в какой-то регион послать миллион людей или туда можно только 100 тысяч людей послать почему потому что 100 тысяч не нанесут вреда окружающей среде а миллион людей потопит весь регион своими электромагнитными излучениями и воздействиями я думаю что это все скоро будет у нас уже начинается такое знаете небольшое прозрение те самые моменты вокруг выбросов вредных выбросов которые якобы являются влияющими на погоду и на структуру нашей атмосферы это первый шажок в понимании что люди человеческий фактор влияет на окружающую среду ну в данном случае вот таким планом а если мы все-таки ученые наши большие ученые с такими треугольными головами если они все-таки поймут что человек это электродинамическая машина посчитают на простом калькуляторе или даже на логарифмической линейке какие цифры за каждым человеком стоят никогда не это осознают мы я думаю человеческое общество мы наконец-то поймем что человек должен жить там где он родился человек рождается взамен тому который уходит в небытие и ушедший перестает производить электромагнитные воздействия а пришедший перенимает как бы от него эту самую электромагнитную природу и это самое воздействие перемещение больших масс людей должно быть запрещено на государственно планетном уровне нельзя заниматься туризмом нельзя заниматься мигрированием просто так без всяких квот без всяких принесений скажем так изменений любые туристы любые мигранты они всегда своим приходом уничтожают ту местность в которую они приходят и естественно это в большинстве случаев делается не со зла люди не понимают что они несут в гости к другому но представьте свои такие знаете бытовые сравнения представьте что вы живете в десяти комнатной квартире у вас есть какое-то количество розеток у вас есть некоторое количество окон в них форточки есть кондиционеры вы устраиваете свою жизнь для себя комфортно есть форточки которыми вы регулируете приход воздуха кондиционеры вам регулируют температуру окружающей среды за все это вы платите какую-то копеечку за электричество и живете себе надежно стабильно и за дня в день все как прежде и вдруг к вам в одну комнату приходят посетители посмотреть ваш дом музей они начинают расхаживать по комнате они приносят свою температуру свою если хотите ауру то есть электромагнетизм они начинают открывать форточки из-за чего форточка в конце концов ломается некоторые орут что им холодно некоторые орут что им жарко начинается переключение тех самых кондиционеров туда-сюда обратно начинается подключение каких-то приборов которые нагревают или охлаждают местами и такое начинает твориться в каждой комнате и в результате что вы получаете ну во первых у вас начинает расти счетчик за электричество во вторых у вас поломанное количество различных форточек окон в третьих ваш паркет превращается в черти что в четвертых вся ваша жизнь превращается в ад потому что везде то кучи какашек возникают то помойки стихийные то еще что-то и вот это называется туризмом вашу квартиру и вы понимаете что да они вам платят входной билет по 10 рублей или по 10 баксов вы понимаете что да это деньги но после туристического сезона вашу квартиру приходится полностью реанимировать ремонтировать а это стоит гораздо больше денег чем вы получили из тех самых туристов если вы начинаете задирать цены они просто к вам не идут и вы лишаетесь вот такого типа легкого заработка поэтому вы выбираете в конце концов между туристами легкими деньгами и извиняюсь за выражение сра чем в вашей квартире и собственно вашей квартирой поэтому многие кто сдает квартиры и делает из этого некий бизнес они не делают никакого почти ремонта ну так элементарный и всегда те деньги которые они получили они всегда тратят на это убитое возрождение квартир также происходит и с землей поэтому когда кочевые народы кочевали и продолжают кочевать они попадают в такую же ситуацию о которой я вам рассказываю на одном месте они все израсходовали что было переходят на другое место а прежнее место пускают грубо говоря под нож цивилизованные народы действуют не так они ставят на месте дом делают свое хозяйство и этим хозяйством управляют не допуская появления никаких кочевых шатров на территории своего дома или своего хозяйства управление грамотное управление хозяйством исключает использование туризма на территории на огороде в доме и палисаднике правильного цивилизованного народа поэтому все цивилизованные народы пытаются где-то на зеленях отдохнуть там где как бы можно нанести урон определенной природе или другим этим самым владельцам и после этого нанесения урона уехать к себе в освояси забыв что они там оставили и шашлыки и мусор и все такое прочее и электромагнетизм каждого человека это такая характеристика которая присуща каждому человеку и он ее переносит в другой край будучи туристом и там этот электромагнетизм делает вот такие проблемы как сегодня случилось в турции в греции как это случается в европе и в других странах где открыты ворота тому самому фактору под названием туризм